Еще тебя хотел спросить. Вот о чем. Наблюдал ли ты последние недели грандиозный срач, который разразился между Максимом Кацом и ФБК по поводу источников финансирования фонда борьбы с коррупцией, среди которых, по версии Максима Каца, оказались какие-то банкстеры, как он их называет. Банкстер. 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 Конечно, я все это видел. Ну хорошо, расскажи твои впечатления. Мои впечатления. Там просто очень много сугубо финансовых банков. Давайте про эту финансовую сторону в двух словах все объясню. Чтобы ты понял, я не такой крутой специалист, как Мария Певчев в банковском деле или Албуров, который, как я понял, даже высшей школы экономики не закончил, но упрекает Алексашенко в том, что тот нифига не разбирается в экономике. Это я пропустил. Как? Он же, так сказать, там, выпучив глаза, так сказать, орал, что как же вы, так сказать, авторитетнейший экономист, могли пропустить, что на самом деле деньги возвращаются. Вот же, вот же, так сказать, говорил Албуров, который, так сказать, как я понимаю, так и не закончил высшей школы экономики. Ушел в политику. Теперь он нас на наш кормчий. Вот, ну неважно. Вот смотри, давай проще. Вот у тебя есть банк. Вернее как, у меня есть банк. Давай проще. Буду я вором. У меня есть банк. Вернее как, я и учредил банк. Вот. И внес в него уставный капитал в размере 10 рублей. Так. Соответственно, с нормативами ЦБ я теперь могу привлечь денег на 100 рублей. Потому что соотношение собственного капитала и привлеченных средств должно быть примерно 1 в 10. Вот. Соответственно, я открываю счета клиентам, и ко мне приходит клиент Женя Киселев и кладет мне 100 рублей на счет. Рискованная операция. Не, не, не. Ну, слушай, пока все нормально. 100 рублей ты мне кладешь на счет. У нас совокупный капитал, которым я оперирую, в размере 110 рублей. Правильно? 10 моих, 100 твоих. Правильно? Да. Включаем. Теперь, значит, эти деньги, которые ты положил в банк, становятся деньгами банка. Потому что я им могу оперировать, у тебя не спросись. Таким образом, у меня есть здесь 110 рублей. И обязательств перед тобой на 100 рублей. Правильно? Правильно. Пока тебе все понятно. Если тебе будет что-то непонятно, ты сразу меня прерывай и проси пояснить. Пока все понятно. У меня капитал 110 и обязательств перед тобой на 100. Ну, я при этом не даю у тебя какие-то обязательства? Нет. Ты вкладчик. Какие у тебя обязательства? Никаких обязательств. Я тебе должен 100 рублей. В любой момент могу к тебе прийти. В любой момент ты можешь их забрать. Ну, давай обратно. Я передумаю. Не, не. Ну, подожди еще. Я еще не передумаю. После этого я эти 110 рублей даю в долг какой-то компании, которая передает и в другой компании. Третья компания. Четвертая. Потом одна из них посередине банкротится. Той компании, которую там 25 раз передавали. Там она уже теряется связь. И так далее, и так далее, и так далее. После этого конечная компания, которая на всякий случай принадлежит тоже мне. Приходит ко мне в банк, открывает счет и кладет 100 рублей обратно. Понимаешь, да? Нет. Вот тут не понимаю. Ну, как? Тоже мне принадлежит, а я владелец банка. Открывает в моем банке счет и кладет 100 рублей. Те 100 рублей, которые через цепочку компании у нее оказались. Угу. Кладет их 100 рублей. Вопрос. Внимание. Сколько в банке денег? Физически. 110. А обязательств? Больше получается. Тебе и той компании банк должен. Угу. В два раза больше. Да. То есть, денег всего 100, потому что это все те же самые 100. А обязательств перед вкладчиками в два раза больше. Тогда разница и есть дыра, в которой нечем закрыть. Понятно. Теперь идем дальше. Внимание. Я прекрасно знаю, что в банке есть дыра. И я знаю, что не сегодня-завтра ЦБ отзовет лицензию. Потому что у банка недостаточно активов, чтобы сплотиться с клиентом. Поэтому я говорю этой своей компании, где сижу я же, она же моя же. Говорю, потребую банка себе деньги обратно. Угу. Он вынимает. Банк ему, естественно, заказывает же клиент. Он отдает деньги. Он убегает. Соединенные Штаты, в Люфтинштейн, куда угодно. Сколько в банке денег остается? Ноль. А обязательств? Я прихожу, говорю, а где мои 110? А нету? А нету. А нету? Банк обанкротился, извините. Все понятно? Абсолютно. Да. Теперь мы слушаем Албурова, который говорит. Ну, как же вы говорите, что Леонтьев украл деньги, если вот же его компания обратно деньги в банк положила? И мы должны, так сказать, это схавать. Типа, окей. Да, действительно. Александр, ты вообще там чем думал-то, когда говорил? Кац вообще наврал. Он же не рассказал все их правды. Деньги-то вернулись в банк. Понимаете? Ну, пожалуйста. Я понял. Вот. То есть, это все хихоньки да хахоньки. Но, когда я слушал их ответ на расследование Каца, когда они там втроем сидели, Албуров, Жданов и Певчик, у меня, откровенно говоря, вот я во всей этой цифире, там, кто, что, там, вот они все трясут какими-то видомостями, там, Кац трясет, эти трясут. Я вообще во все это не хочу лезть. Мне это не интересно. У меня чисто методологические претензии. Вот, например, так сказать, Певчих и Албуров и Жданов, они, так сказать, в праведном гне все время возмущаются. А как же так это называется, когда вы рассказываете не всю правду, а всего лишь часть правды? А всей правды вы не рассказываете. Извините, хочется спросить. А вы разве не этим занимаетесь? В частности, например, в фильме «Предатель»? Это же ровно ваш метод. Когда вы рассказываете часть правды, но не рассказываете всей правды. Мы к залоговым аукционам еще вернемся. Ну, вот она рассказывала, опять же, так сказать, в праведном гневе, про то, какую аферу провернул Березовский с помощью, там, чуть ли не Гайдара, да? По поводу, так сказать, вот этой вот Ау. Помнишь? Ау. Да, помню. И вот если ее послушать, то получается, просто вот забрали у граждан деньги, да? И все. И потом, так сказать, ничего не сделали. Деньги украли. И все. Граждане, так сказать, ушли несолоно хлебавши. Все свои денежки у них, так сказать, улетучили. Так же вытекало из ее фильмов. А теперь мы, так сказать, с тобой заходим в интернет. Угу. В 2024 году, внимание. Ну, ты можешь зайти, вот лучше даже ты зайти, а не я. И напиши, котировки акций АВА. Котировки акций АВА. Сейчас вот забрали. Да, АВА, это буквами на перес. Угу, сейчас секунду. Котировки акций АВА. АВА. Так. Цена открытия 38,67 центов. 38 долларов 67 центов. Цена закрытия. А? Пивчик. А? Стоимость одной акции АВА. Когда? 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 Дата? Ну, сегодня, я так понимаю. Да, да, да. Совершенно верно. Сегодня понятие. Да. Это как это? А что ты так не рассказал это нам? Певчи. Мария Константиновна. АУ. Ну, это же правду-то надо же до конца рассказывать. Что акции до сих пор котируются и люди могут вернуть свои деньги. Тут вот даже раздел есть, как получить дивиденды по АВА. А? А? Нужно обменять. Конечно, это тоже была новость, Жень. А как так может быть? Да. Мне стыдно не всю правду-то рассказывать, это только часть. Теперь вернемся к залоговому Ауксову. Вот помнишь, мы с тобой, я не знаю, в эфире или, так сказать, в частной беседе вспоминали такую девушку Затулеветер. Помнишь? Да, конечно. Затулеветер. Я напомню нашим зрителям. Мы это не обсуждали, но в частном порядке говорили. Да, да, да. Так вот, напомню я. Значит, когда Мария Константина Певчик закончила высшую школу экономики, она стажировалась в британском парламенте помощником депутата от либеральной какой-то демократической партии. Это была небольшая партия, и, соответственно, депутатов было от силы 20-30 человек. Я могу ошибаться, но порядок примерно тоже. И я вместе с ней в это же самое время помощником депутата от этой же партии работала девушка по фамилии Затулеветер, российская гражданка. Через некоторое время английская разведка, я уж не помню, кто там, МИ-5 или МИ-6, я уже путаю, что из них разведка, что контрразведка. МИ-6. МИ-5 контрразведка. МИ-5. О, тебе видно. Нахлобучивает эту девушку Затулеветер, обвиняет ее в шпионаже в пользу России и высылает из Великобритании. Через стенку они сидели, может даже у них столы рядом стоят. Трудно предположить, что они не были знакомы, будучи обе русскоязычными, гражданками России, работающими помощниками депутатов у депутатов одной и той же партии. Ну, вот она, так сказать, высылается. Потом она начинает судиться, выигрывает суд, якобы в Британии я не видел решения этого суда, по которому там говорят, что обвинения, так сказать, сняты и они не оказались недоказанными. Но, правда, в Британии она больше уже нигде знает. Все равно. Больше ей вес не дают. Во всяком случае, или она сама не хочет ездить. Но, в любом случае, в Британии ее уже больше никто не видит. И она вот с этим вот кейсом была принята Алексеем Анатольевичем Навальным на работу. И в избирательной кампании Алексея Анатольевича Навального 2013 года в мэры она занималась ни много ни мало кубами агитационными на улицах Москвы. Есть, соответствующая, так сказать, фотография с текстом самого господина Навального, где он, так сказать, не отзывается всяческих комплиментарных татанах, что она заведует кубами. А те, кто будет обвинять ее, что она там, типа, шпионка и работает на КГБ, я вам сообщу, что она выиграла суд. И поэтому, типа, обвинение против нее не доказано. Или, как минимум, там, опровергнут. Окей, я не возражаю. Вот здесь, во всем этом рассказе моем, меня интересует только одно. Значит, решение британского суда является точкой в дискуссии, правильно? Ну, я же говорю, у меня претензии-то методологические, я просто хочу понять метод. Вот, Мария Константиновна, для вас решение британского суда – это точка в дискуссии. Раз человек, так сказать, получил на руки решение британского суда, то он никакой не русский шпион, его можно взять на работу к Навальному, правильно? Ну, смешно было бы, так сказать, брать на работу человека, который, русский шпион, взять на работу Навальному. Правильно? Он, вроде как, противостоит этому государству, а не поддерживает этого шпиона, который шпион в Британии. Итак, решение суда – это аргумент, который закрывает дискуссию. Вот дальше Мария Константиновна в своем фильме «Предатели» постоянно рассуждает о залогах аукционов. «Вот такие они сякие, мнимая сделка, притворная, украли». Ну, так рассказывай всю правду, Мария Константиновна. Не часть ее, а всю. По поводу того же самого Юкоса, а Юкоса, она как бы в отдельную историю, там, с фотографиями Хатарковского, если ты помнишь, с цитатами из него, с издевательскими комментариями Марии Константиновны и так далее, и так далее. Так вот, по поводу Юкоса, есть соответствующее решение Верховного суда Нидерландов, которое, так сказать, принято, вступило в силу, и на этом основании, приняв эту аргументацию, есть суд, который идет в Соединенных Штатах Америки и суд, который идет в Великобритании. Тоже, на самом деле, приняв это решение, изучив его и согласившись с ним. Так вот, решение Верховного суда Великобритании, Нидерландов, в котором подробно, до деталей проанализированы все те аргументы, о которых говорила Мария Константиновна. Про притворную сделку, про коррупцию и так далее, и так далее. Это знаменитый суд акционера Юкоса против Российской Федерации. Ну, это в результате арбитража. Нет, этот третейский суд по энергетической хартии, он уже это решение принял. Потом это решение прошло все три инстанции судов в Голландии, достигнув Верховного суда Голландии. И есть решение уже Верховного суда Голландии теперь, где это все аргументы рассмотрены. Про притворную сделку, про, так сказать, подкопку, про коррупцию, про, так сказать, нечестное аукцион, про взятки, про деньги Минфина, которые использовались для покупки. Все эти аргументы проанализированы. Российская Федерация всей мощью своего аппарата, имея возможность использовать все архивы, использовать все, так сказать, банковские, финансовые, какие угодно документы, использовать любых свидетелей, проиграла этот процесс. И этот проговор вступил в силу действий. Почему, Мария Константиновна, для которой решение суда закрывает дискуссию, продолжает ее? И даже несмотря на то, что решение вступило в силу, и все эти решения, так сказать, отвергнуты, все эти аргументы, она продолжает называть сделку притворной. Видимо, она читала исключительно аргументы российской стороны, которые были судами отвергнуты. Или вообще не читала их. Или, зная она этом решение, решила в своем фильме от них отказаться. И этого не показывали. Ну, так что вы, в чем вы тогда обвиняете, Кац, извиняюсь. И, кстати говоря, забегая вперед, могу сказать, что те аргументы, которые суд учел, принимая свое решение, они универсальны для любого залогового аукциона. Не только по ЮКОС, но и по Норильскому Никелю, и по Сургутнефтегазу, и по Сибнефти, и по Новолипецкому Меткомбинару. По любому прошедшему залогового аукциона предприятия. Потому что они методического характера, методологического. Они не рассматривали конкретную суть. Ну, разъяснилось. Вот меня это поражает. Окей, ребята, я же не возражаю. Ну, знаешь, как в Евангелии написано? Каким судом судите, таким и вас будут судить. Какой меркой мерите, такой и вас будут мерить. И если вы свою мерку, так сказать, нам продемонстрировали фирмам-предателям, то что же вы удивляетесь, когда Кац этой меркой вам и снял фильм про вашу коррупцию. Или коррупцию ваших коллег по ФБК. Или там, я не знаю, как угодно называть, волонтеров, как их называют. Теми же самые методы. Вы же сами говорите, он не рассказал всей правды. Ну, так и вы это делаете. Почему вам это можно, а ему нельзя? А, я знаю, вы, так сказать, используете аргумент. А это у нас было не расследование, а политическое заявление. Ну, как завтра выйдет, да скажет, а это мое политическое заявление. Ха-ха-ха. Вы напрасно считаете, что я провел расследование. Вот такое мое политическое заявление. Делайте с ним, что хотите. Можете его в себе повесить, так сказать, и любоваться. Сделайте свое. Какие проблемы? Вы же как нам отвечаете? Вот мы выступили, теперь ваша задача, так сказать, опровергать все. Ну, так, слушай, ждем теперь расследования по поводу Кац. Да. Это насилие. Меня это поражает просто, понимаешь? Вот это вот, как это называется, когда ты другим запрещаешь против тебя действовать темы и методами, которыми ты против них действуешь. Как это называется? А я тебе скажу, как это называется. Это называется лицемерие. Да, мне кажется, лицемерие, которое базируется на фантастической уверенности в своей правоте. Нет. Это не уверенность в своем правоте. Нам можно. Это уверенность. Самое лучшее. Нам можно, но самое лучшее. Нет. Это уверенность не в правоте. Это уверенность в своем праве так себя вести. В своем праве, да. Окей, хорошо. Принимается по праву. Мы правы. А кто не дал такое право, я не знаю. С чего нельзя. Тварь заражащая, да, или право имеют? Да. Мы же за правое дело, поэтому у нас есть такое право. А кто на нас нападает, так не имеет права вести себя. Он должен соблюдать правила, которые мы вам продиктуем сейчас записывать. Нельзя рассказывать полправды. Запомнили, дети? Алик, ты все сказал. Да. Скажи еще одно. Вот просто мне понравился твой тезис. Хотя я его до конца не понимаю. Расчупруй, пожалуйста. Ты пишешь. Воспринимайте Путина как инфекцию. Она поражает слабых и больных, а не сильных и здоровых. Ну. Вот что ты имеешь в виду? Воспринимать... Я считаю, что Путин напал на Украину именно потому, что она была слабой. Он не напал ни на Финляндию. Он не напал ни на Казахстан. Хотя, так сказать, в отношении Финляндии вся его риторика по поводу приближения НАТО полностью совпадает. А что касается Казахстана, вся его риторика про защиту прав у русскоязычного населения тоже совпадает. Но он выбрал именно Украину. Почему? А я тебе тычу. Потому что она слабая была. Потому что он думал, что он с ней справился. Вот если бы Украина была сильной, если бы она 30 лет не занималась разворовыванием самой себя. Это, кстати говоря, ответ на твой вопрос, почему, имея ВВП среднеафриканского уровня, Украина жила, так сказать, жизнью мало отличающейся от российской. Потому что она проедала все свое наследие. Короче, надо лечить внутренние болезни. И поэтому, когда Зеленским или когда украинцы говорят о том, что нам нужна справедливость. Ну, посмотрите вот на эту ситуацию. Может быть, как раз справедливо, что вы расплатились за 30 лет своего, так сказать... Это не могло кончиться хорошо, Жень. Это не могло кончиться хорошо. Системная коррупция. И воспринятие от подавляющей массы людей государства, как дойный коров. От него не убудет. Оно мне должно. Я ему ничего не должен. Оно мне должно. Поэтому тащили все. Кто-то крантик, кто-то веревочка, кто-то миллиарды. Но туда, внутрь, никто ничего не вкладывал. И 30 лет они жили на том наследстве, которое им осталось в 91-м году. И стартуя с ВВП на душу населения выше польского, они закончили, так сказать, африканским уровнем. Вот давай не будем погружаться в историю про ВВП. Это не мои цифры, это цифры Минэкономики Украины, извини. Не готов с собой спорить сейчас на эту тему, ладно? Так и не спорь, потому что я это все проверил. Я понимаю, слушай, ну я же ведь очень хочу победы Украины. Я очень хочу. Но когда мне говорят про справедливость, я предлагаю посмотреть на эту справедливость, так сказать, немножко с другой стороны. А было бы справедливо, если бы, так сказать, это не кончилась катастрофой. А продолжалось бы в том же духе и дальше. Это же было бы несправедливо. Это противоречило бы физическим законам Вселенной. Я имел в виду исключительно статистические данные, которыми ты оперируешь. Проверь, окей, проверь. Я же не возражаю. Войди, так сказать, в интернете есть все цифры. Да, я сейчас не хочу это делать. Мы можем с тобой в следующий раз к этому вернуться. Хорошо. Ладно. Вы получили население Украины. Да. Там разная просто была статистика, которая, насколько я помню, расходилась. Статистика, которая дает Всемирный банк и Международный банк. И данные Международного банка реконструкции и развития по разным методикам подсчитывались. Возьми опыт. Возьми оба. Возьму оба лучше. Возьму оба. Ладно. Слушай, на самом деле нам пора заканчивать. Международный банк и Международный банк и Международный банк. Международный банк и Международный банк и Международный банк. Международный банк и Международный банк и Международный банк и Международный банк и Международный банк. Продолжение следует...